Сборные команды школ Гагарского, Сухумского, Гулрыбшского, Гудаутского, Учимчирского и Ткуарчалского районов и города Сухум состязались за звание знатоков нардского эпоса. Для героев эпоса характерны высокие нравственные качества, правдивость, честность, чувство собственного достоинства, свободолюбие, любовь и ненависть, стремление к подвигам. Вот почему выбор нардского эпоса в качестве предмета соревнования не случайен. Школьники соревновались в умении передать дух нардов на сцене, на знание самого эпоса. Нельзя не отметить, что дети были очень подготовлены, были очень убедительны, каждый в своей роли. Словно могучие нарды вдруг ожили на сцене. Главная цель проекта – пробуждение в школьниках интереса к фольклору, к традиционному эпосу и своим корням, без сомнения, была достигнута. Словно могучие нардоваться к фольклору, к традиционному эпосу и своим корням, без сомнения, была достигнута. Мы готовились очень долго. За время нашей подготовки мы узнали много нового материала, что было очень интересным для нас. Для начала проходил первый тур и второй тур среди школ Гагрского района. Там мы заняли первое место, соревновали шесть команд. После этого мы сегодня участвуем в третьем туре. Если честно, мы очень волнуемся, и мне кажется, это очень важно в настоящее время молодежи читать нардские эпосы, не только интересоваться абхазской литературой. Мы очень долго занимались, мы занимались неделями. Наша команда называется «Ахча». Раньше она называлась «Айнар». Мы были две группы, мы соединились в одной, сейчас называется «Ахча». Мы читали темы, нам объясняли учителям. Да, для меня это близко, я многое узнала, когда читала, я многое поняла. Одна из главных целей Международного Абхазо-Абазинского объединения Алашара – это сохранение абхазского языка и культуры, представленной богатейшим устным народным творчеством. Сказания о нартах являются наиболее ярким примером. Об этом в своем выступлении сказал представитель организации Алашара Аля Асайба. На мероприятии присутствовал министр образования Адгур Кокоба. Он отметил, что подобные мероприятия необходимы для прививания у подрастающего поколения любви к родному языку и культуре. Министр также поблагодарил учредителя Международной организации Алашара Мусу Экзекова за большой вклад в развитие и сохранение абхазо-абазинских языков и культуры. Почему мы выбрали такое направление? Всем известно, что абхазский фольклор хранит все наши обычаи, традиции. Это для воспитания молодежи, ведообразования, это не только обучение, но и воспитание. Для воспитания огромное значение имеет знание нашего фольклора. Потому мы решили организовать такой конкурс. Вы видите, насколько дети с охотой участвуют в этом конкурсе. Каждый подготовил свои номера для подготовки. Они огромную литературу использовали. То есть дети уже не просто понаслышке, а прочли наши книги, учебники. Сказания о героях Нартах широко распространены у Абхазов, Абазина, Дыгов, Кабардинцев, Осетин и других народов Северного Кавказа. В планах организаторов мероприятия сделать конкурс традиционным. Также планируется провести подобный конкурс и в Карачаево-Черкесии. Продолжение следует...